Профессия с большой буквой. В Белгороде вручили премии и благодарности медицинским работникам, которые работают с ковид-пациентами. Это не только врачи, но и младший и средний медицинский персонал. Решение поощрить медработников принял фонд поколений депутата Госдумы Андрея Скоча. На сцене те, кто ежедневно работает в красной зоне, спасает жизни. В сегодняшнее время их труд невозможно переоценить. Они работают не за награды, а ради того, чтобы жители нашего региона были живы и здоровы. Вы знаете, я, может, скажу, это, кажется, пафосные слова, но на самом деле, уходя со смены, мы говорим друг другу. Слава Богу, у нас все сегодня живы. Это самое главное для нас. Для нас это не пафос, это наша работа. Это заключительная церемония награждения в этом году. В этот раз премии и благодарности вручили медикам Белгорода, Борисовки и Прохоровки. Всего фонд поколения Андрея Скоча отметил 90 медработников нашего региона. На эти цели выделили 10 миллионов рублей. Это дань уважения людям в белых халатах, которые каждодненно совершают свой гражданский и профессиональный долг. Надо сказать, что сегодня это очень значимое мероприятие, которое направлено на поддержку людей, которые, наверное, нуждаются сегодня в этом. Мурат Усманов – участковый врач-терапевт Борисовской ЦРБ. После университета устроился на работу. Через месяц началась пандемия. И сразу в бой, который длится по сей день. Главная награда – выздоровевшие пациенты. Они всегда после даже лечения заходят, благодарят, говорят, что спасибо, что вы есть, дай Бог вам здоровья, чтобы вы не болели. Вы наши как спасители. Они надеются и верят на нас. Нам, конечно, хочется, чтобы каждый больной, каждый наш пациент, он выздоравливал. Мы вкладываемся. Мы, правда, мы очень этого желаем и хотим. Простая улыбка, простое спасибо – это самая большая благодарность, которую мы получаем. Фонд на поколение с марта 2020 года на поддержку Белгородской области в борьбе с пандемией направлено 60 миллионов рублей. На эти средства закупили оборудование, транспорт для медиков, средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Такая помощь продолжится и дальше.